ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВА В КОМПЛЕКСА ГТО Все это попробовали, каждый в меру своей готовности, потому что, наверное, это будет правильно, что работники именно отрасли физического воспитания должны первыми это все делать, сдавать, проходить испытания комплекса ГТО. Многие наши сотрудники готовились прямо, потому что понимают, что тут уже такое публичное мероприятие, и быть хуже всех никому не хочется. В центре тестирования «Сибирский нефтяник» испытания прошли более трех десятков сотрудников ведомства. Учитывая тот факт, что большинство из них бывшие спортсмены, каждый старался не просто выполнить норматив, а дотянуться до золотого знака отличия. Мне самое интересное было просто проверить свои силы, потому что многие годы тоже отдала спорту. Мне кажется, каждый спортсмен в глубине своей души, он также ощущает вот это какое-то, как сказать, преодоление себя, наверное, после стольких лет нетренированности. Поэтому всем интересно должно быть. На что рассчитываете? На золото. Однозначно. Другого быть не может. Поэтому если что-то недовыполню, буду тренироваться, обязательно исполню, чтобы получилось золото. Другого не дано. Достаточно просто испытания давались двукратному олимпийскому чемпиону по боксу Алексею Тищенко и бывалому лыжнику, заместителю министра спорта Алексею Фадину. Сегодня 3 километра, то есть эта дистанция как раз соответствует моей ступени, моему возрасту, удалась мне достаточно нелегко. Хотя опыт и определенные наработки, навыки, они сохраняются в настоящее время. Я представляю, как тяжелого человека, который никогда не ходил в спортивную секцию, в спортивную школу, пробежать за 12 минут 3 километра достаточно сложно. Поэтому мы и позиционируем, что комплекс ГТО – это действительно ежедневные занятия. Самостоятельные, в группах, в спортивных учреждениях. Это не важно. Главное – заниматься не менее 6 часов в неделю. Тогда действительно будет система, и тогда будет рост лишних каких-то результатов и физического состояния. Маленький Егор Фадин, глядя на своего папу, тоже не удержался и попробовал себя в беге и других дисциплинах. Папа, быстрее! Папа, давай! Я попробовала провести все бег, прыжки, питание. Я прошел почти хорошо, но вот бег самый лучший был. Присутствовали здесь и те, кто никогда не занимался спортом, но теперь стремятся не отставать от своих коллег. Например, главный специалист регионального Минспорта Любовь Терентьева отметила, что работа с такими активными людьми, несомненно, подталкивает к занятиям физкультурой и желанию поддерживать себя в хорошей форме. Стимулируют, подтягивают, хочется на них равняться, хочется быть спортивной, здоровой, потому что спорт и здоровье – это единое понятие, на мой взгляд. Думаю, что в этот раз я ограничусь сертификатом участника, потому что не все нормативы были сданы хорошо. Я получила колоссальное удовольствие. Присоединяйтесь к движению ГТО и вы. Для тех, кто желает испытать себя и выполнить нормативы, достаточно сделать всего пять шагов. Присоединяйтесь к движению ГТО. Присоединяйтесь к движению ГТО.